Да кто боится Головкина? Никто его не боится. Я его долгое время вызываю на бой. И в день поединка я вам покажу, что он не такой, каким его преподносят. Он переоценен. Я выйду и опозорю этого засранца. Я буду купаться в крови Геннадия Головкина. Яму мы ему уже выкопали, так что остается только закопать его там. Приходите на бой, я вылебу Головкина. Хорошего дня. У меня лишь один вопрос к моему сопернику. Эй, чувак, ты сейчас серьезно? Ну ладно, посмотрим. Самое последнее, что нужно делать, если вы соперник Геннадия Головкина, так это пытаться вывести его из себя. За свою долгую карьеру легендарный казахстанец навидался к куче самых разных смельчаков, которые выгодками и словами старались как-то его задеть. Однако Трипл Джи в основном на такие провокации никогда не ввелся. Но все же был один боксер, который смог вывести его на эмоции. Им оказался дерзкий американец Кёрти Стивенс. И в этом выпуске я вам поподробнее расскажу об этом противостоянии и чем же все это закончилось. Так что обязательно смотрите до конца и не забудьте поставить лайк. Ну а с вами, как всегда, ваш Халиф. Поехали! 2 ноября 2013 года на арене Мэдисон Сквер Гарден состоялось грандиозное событие в мире бокса, ведь на ринге сошлись двое сильнейших нокаутеров в среднем весе на тот момент в лице Геннадия Головкина и дерзкого представителя Америки Кёртиса Стивенса. Этот бой не был бы так примечателен, если бы не выходки последнего, который каким только образом не провоцировал нашего чемпиона. Начиная с дерзких оскорблений, как я показал в начале видео, и заканчивая провокацией с гробом, когда Кёртис устроил Геннадию символичные похороны. И выставил это в социальных сетях, что вы, ну сами понимаете, перешло всякую грань. Было заметно, что Геннадий собирается по полной, что называется, спросить Скёртиса за это в бою, что он, собственно, и сделал в самом ужасном виде. В первом раунде Стивенс еще пытался как-то сопротивляться. Иногда его левые боковые и правые кроссы, хоть и не очень точно, но находили голову Головкина. Но гораздо чаще теми же самыми ударами, а еще крайне неприятным джебом, которым он установил дистанцию, голову Стивенса находил сам Геннадий. Во втором раунде все могло закончиться. Когда до гонга оставалось совсем мало времени, Головкин нанес через маленькую паузу два левых боковых. Второго, который оказался более сильнее, Стивенсон не ожидал и не увидел. Он рухнул на пол с таким видом, как будто на него попал Гром. Геннадий очень хотелось все это побыстрее закончить, но, к счастью для американца, гон прозвенел через 15 секунд, за которые Стивенсу удалось сохранить свою голову. Третьи и четвертые раунды прошли в том же монотомном битии Стивенса, который лишь иногда не самым результативным образом огрызался, как будто для очистки совести. Возможно, Головкин немного расслабился и зевнул в конце четвертого раунда, ведь пару ударов все-таки пришли ему в голову. Субтитры сделал DimaTorzok. Никакой серьезной опасности там, конечно же, не было, и за считанной секундой он полностью восстановился. Но это послужило неплохим напоминанием, что против него все-таки не груша, а вполне серьезный боец с ногами, а что самое главное, с руками. В пятом раунде Стивенс еще жил приятными воспоминаниями об этом моменте, и поэтому что-то делал и старался огрызаться. Но, начиная с шестой трехминутки, он начал киснуть, и все последующие раунды превратились в открытые односторонние избиения. Тут даже комментировать нет смысла. Бодий shot, uppercut, right cross, right cross. Another right cross lands for Golubkin. Very active round for Gennady, who wobbled Стивенс with a couple of shots and is still seeking a knockout as the round progresses. Good left hook for Stephens. That's the countershot, Golubkin. Но это настоящая борьба, как мы получим 40 секунд из-за мид-вэй-поинт. Да, ничего не езжа для него. Очень хорошая комбинация для Геннадий, как он пинется... ...как он держит в мид-вэй-поинт. И теперь Головкин пытается его поддерживать. Степенс слушает его тренер, который сказал ему, «Стей в мид-вэй-поинт». Но теперь Головкин поддерживает его. И для Головкин, он не должен быть так близко. И до сих пор, он просто билет за него. И он не смеется, И он не смеется с ним. И это один из причин Головкин стал главным фаном. «Головкин – Головкин – Головкин – Головкин – Головкин – , он не смеется, если он не смеется, он сам должен быть хитом… Очень тяжелый от головкин и Степенс backsся на его роте. Субтитры делал DimaTorzok 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 До скорой встречи! Пока! The winner by that KO victory, still undefeated and still middleweight champion of the world from Kazakhstan, the undefeated Gennady, Triple G Golovkin!